Но полтора месяца этой блокады для страны, скорее всего, даром не прошли. Похоже, блокада, как и прогнозировали многие эксперты, становится новым трендом в украинской политике. Только сегодня к этому методу прибегали не раз. Так представители политического движения «Национальный корпус» в буквальном смысле забетонировали центральный вход в отделение российского Сбербанка. Таким образом, радикалы выразили свой протест против работы российского финночреждения в Украине. Напомню, на прошлой неделе глава МВД Арсен Аваков призвал ликвидировать украинский филиал Сбербанка, то есть фактически лишить банк лицензии. В НБУ заявили, что уже начали рассматривать этот вопрос. Напомню, по данным Национального банка, депозитный портфель финночреждения составляет 11 миллиардов гривен. В случае его ликвидации деньги вкладчикам придется возвращать из фонда гарантирования вкладов, то есть за счет госбюджета. Ликвидировать лицензию этого банка, потому что он на 100% належит российской державе, даже не приватному российскому капиталу. Самая Российская Федерация, как держава на 100%, является владельцем и получающим прибыти от деятельности так называемой «дочки Сбербанка России». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!